Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В новом отчете содержится призыв к более активному принятию стратегии и политик-финансирования для поддержки женщин в гуманитарном секторе. В США проходят выборы президента. А теперь подробнее об этих и других новостях. Австралийская федеральная полиция оформила три ордера на обыск и расследует действия 14 человек по подозрению в демонстрации террористической символики на пропалестинских протестах. Исполняющий обязанности комиссара AFP Ян Маккартни говорит, что офицеры просмотрели 90 часов видеоматериалов и изъяли телефоны и одежду с символикой. Если соответствующие пороговые значения будут достигнуты, AFP предоставит краткие доказательства директору государственных обвинений Содружества. Для определения того, будут ли предъявлены обвинения. Я также могу сообщить, что мы расследуем, достигли ли некоторые рассуждения, касающиеся погибших террористов или событий на Ближнем Востоке, порога призывов к насилию в отношении групп или пропаганды терроризма. Оперативная группа «Арнварна» была создана из-за большого количества доказательств и направлений, а полиция потратила 1100 часов на расследование. В период с января по октябрь 2024 года 113 сообщений о запрещенных символах ненависти привели к 49 расследованиям по фактам терроризма, 28 из которых все еще ведутся. И никаких обвинений не предъявлено с момента вступления в силу закона о символах ненависти 8 января этого года. AFP сообщает, что в 2024 году 10 операций по борьбе с терроризмом привели к предъявлению обвинений 15 лицам, в том числе 11 лицам моложе 18 лет, многие из которых подверглись радикализации в интернете. И к другим новостям. В новом отчете содержится призыв к более активному принятию стратегии и политик финансирования для поддержки женщин в гуманитарном секторе. В отчете Caritas Australia говорится, что женщины по-прежнему крайне недопредставлены на руководящих должностях в секторе, несмотря на то, что составляет около 40% рабочей силы этой сферы. Эта проблема затронула работников по всей Океании, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. Кейтей Нембекатонда работает с Caritas International в Демократической Республике Конго. Она говорит, что важно направить больше энергии на реализацию рекомендаций отчета по поддержке и включению местных организаций, возглавляемых женщинами. Женщины больше всего страдают от любых кризисов, потому что обычно именно они защищают семью и заботятся о детях. Уезжая от источников дохода и установленной жизни в лагерь для перемещенных лиц и при этом находиться в роли принятия решений. Они чувствуют эту потребность с этой точки зрения. Доклад озаглавлен «Якоря в кризисе. Гуманитарное лидерство женщин в религиозных и светских контекстах». Доклад официально представлен сегодня, 6 ноября, в Канбере совместно с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. И к другим новостям. Частный поставщик медицинских услуг Рэмсэй Хэлске заявляет, что примет все 9 рекомендаций, вынесенных в ходе независимого обзора ухода за детьми в Джундалуп Хэлс Кэмпус в Западной Австралии. Обзор был вызван после смерти в марте годовалого мальчика Сэнди Пан Дар, у которого была не диагностирована лейкемия, а также из-за мертворожденного ребенка Амира. Менеджер Рэмсэй Хэлске в Западной Австралии доктор Шейн Келли говорит, что независимый обзор совпал с внутренним расследованием больницы по вопросу того, была ли оказанная клиническая помощь приемлемой. Семьи пациентов критически отнеслись к результатам обзора, заявив, что неуместно, что с ними не консультировались в процессе. Доктор Келли говорит, что опасения семей были переданы независимому рецензенту. Мы встретились с семьями и выяснили все их опасения. Мы передали все эти опасения независимому специалисту, который ответил на них. Это нестандартная практика. Чаще всего выясняют, в чем заключаются опасения, и сообщают о них независимому рецензенту. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Культурный лидер и музыкант Арнем Лэнда Грант Нулемия Нундирибала говорит, что был удивлен, узнав, что его назвали австралийцем года северных территорий 2025 года. 49-летний музыкант надеется, что это достижение повысит авторитет его коллег-исполнителей из отдаленных общин Австралии. Он говорит, что гордится и польщен тем, что его работа получает признание. Я бы хотел говорить об этой награде. Она сделала меня по-настоящему счастливым. Это было шоком, услышать, что я победил. Я был на гастролях в Индии. Мне позвонили в Индию, но я сказал, вы можете позвонить мне позже, потому что я занят. И вот я только что вернулся из Индии. Я объездил весь мир, гастролировал со своей музыкой. И мне нравится заниматься музыкой с разными культурами по всему миру. Это моя мечта. Среди других лауреатов премии – молодой австралий с года северных территорий Нилеш Дилушан, пожилой австралий с года Майкл Фолли и местный герой Миньон Макхендри. И к другим новостям. Миллионы американцев сегодня голосуют на выборах президента, чтобы решить, кто станет следующим президентом США – Дональд Трамп или Камала Харрис. Трамп говорит, что уверен в победе, а Харрис призывает американцев выйти и проголосовать. Майкл и Лори Лонг – ярые сторонники Трампа. Мы оба голосовали за Дональда Трампа. Ну, я голосовал за Дональда Трампа. Да, я голосовал за Трампа. Потому что он бизнесмен, и он немного грязный, и грубоватый. И я думаю, что это то, что нам нужно прямо сейчас, чтобы немного сбрить коррупцию. Комик Таррис Суэйзи из Детройта надеется на победу. Харрис. Дональд Трамп. Мы не хотим говорить о Трампе. Я не хочу говорить о Трампе. Я не сторонник Трампа. Но Камала Харрис. Конечно, мы могли бы многое сказать о Камале. Для меня она феноменальная женщина-афроамериканка. Она войдет в историю, если победит. Она войдет в мировую историю. Тем временем, сенатор от национальной партии Мэтт Каннован заявил, что каким бы ни был исход выборов в США, он уверен, что посол Австралии в США сможет построить отношения с тем, кто придет к власти. Премьер-министр Австралии Энтони Альбонезе подтвердил, что Кевин Ратт останется послом Австралии в США после результатов выборов, добавив, что Австралия сама принимает решение о назначении послов. Каннован заявил, что послу придется иметь дело со сложной политической обстановкой, если Трамп вернется на свой пост. Нет сомнений, что если Дональд Трамп будет избран австралийскому послу в Вашингтоне, предстоит большая работа. Так же, как Джо Хокке в то время. Нашим чиновникам нужно усердно работать, выстраивать эти отношения, добиваться результатов. Джо Хокке это сделал. Я видел это там собственными глазами. Он был практически на «ты» со всеми в западном крыле. Я думаю, Кевин проделал там довольно хорошую работу. Он умеет выстраивать отношения. Как я уже сказал, я думаю, Австралия должна определить, кто будет нашими послами и не позволять другим странам создавать этот прецедент. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Россия отрицает, что стоит за серией поджогов посылок, направленных в курьерские компании в Польше, Германии и Великобритании. Польские прокуроры утверждают, что поджоги, произошедшие в июле, были направлены на саботаж рейсов в США и Канаду. Западные чиновники считают, что причиной пожаров стали электрические массажеры, содержащие вещество на основе магния. А сотрудники служб безопасности обвиняют во всем российское военное разведывательное управление ГРУ. Но пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг это сообщение. Помянутые вами издания и другие издания, достаточно уважаемые, они очень часто такие невнятные вбросы осуществляются, информационные, которые всегда не подкрепляются сколь бы либо достоверной информацией. Это, я думаю, один из таких вбросов. И к другим новостям. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху уволил министра обороны Йоова Голланда, сославшись на отсутствие доверия к его управлению текущими военными операциями Израиля. Нетаньяху и Голланд часто конфликтовали в ходе войны в секторе Газа. Предыдущая попытка уволить Голланда в марте 2023 года спровоцировала масштабные уличные протесты против Нетаньяху. Голланда заменит министр иностранных дел Исраэль Кац, сторонник Нетаньяху, а Гедеон Саар займет пост министра иностранных дел. Бенемин Нетаньяху похвалил свое новое назначение. «Исраэль Кац уже доказал свои способности и свой вклад в национальную безопасность также в качестве министра иностранных дел, министра финансов, министра разведки в течение пяти лет и, что не менее важно, в качестве члена политического и силового кабинета в течение многих долгих лет. Он приносит с собой впечатляющую смену богатого опыта и исполнительных способностей. Он известен как бульдозер с сочетанием ответственности и твердости, тихой твердости, и все это очень важно для управления системой». После снятия Голланды с поста протестующие перекрыли шоссе в Тель-Авиве и устроили поджоги. Протесты также прошли в Хайфе. Хаарес сообщает, что в Тель-Авиве тысячи протестующих, в Хайфе сотни. По данным издания, около тысячи человек собрались у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Times of Israel пишет, что демонстранты в Иерусалиме призывают к отставке Нетаньяху и освобождению израильских заложников, которых удерживает Хамас. Полиция установила у резиденции премьера водометы, но пока не применяла их. Вы слушаете новости о СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валюты прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 66 американских центов, 61 евроцент, 27 гривен 54 копейки и 64 рубля 92 копейки. И о погоде. Сегодня 6 ноября. В Перте облачно 21 градус. В Аделаиде переменная облачность 25. В Мельбурне возможны дожди 33. В Хобарте возможны дожди во второй половине дня 28. В Канберре переменная облачность 32. В Уолангонге также переменная облачность 26. В Сиднее переменная облачность 27. В Нью-Касселе похожие погодные условия 28. В Брисбене солнце 31. В Кернсе преимущественно солнце 32. В Дарвине преимущественно солнце 35 градусов. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов. австралий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова